Приветствую вас, дорогие друзья! Вы находитесь на канале OK English, меня зовут Елена Викторовна. Мы с вами изучаем большой английский курс под названием English Grammar in Use. Это курс по одноименной книге, которая позволяет нам полностью изучить английскую грамматику уровня intermediate, среднего уровня английского языка, что является, как по мне, шикарной базой для дальнейшего использования английского в своей жизни. Тут всё самое основное, что вам нужно знать по английской грамматике без каких-то, может быть, супертонкостей, супернюансов, но это всё очень полезно. Мы с вами проходим тему союза и предлоги, которые помогают нам объединить две части простых предложений в одно большое сложное предложение. Союз обычно, где предлог, стоит в начале предаточного предложения, то есть зависимого предложения, которое само по себе уже не употребляется. Оно обязательно должно к чему-то присоединяться. Сегодня мы с вами поговорим о таких союзах и предлогах, как unless, as long as и provided. Надеюсь, эти слова вам знакомы. Если нет, то welcome, давайте разберёмся в этой теме. Итак, слово unless в принципе довольно-таки широко используется в английском языке и переводится оно, если не. Unless также можно заменить связкой if not. Давайте посмотрим на пример. Клуб только для членов. Ты не сможешь войти внутрь, только если ты не член данного клуба. Вы видите, что здесь связку unless можно было бы заменить условно фразой if not. You can't go in if you are not a member. Not, естественно, куда-то уедет, оно прицепится к вспомогательному глаголу. И, соответственно, мы можем с вами сделать уже первый вывод о том, что если unless можно заменить на связку if not, то мы используем unless и то, что идёт после этого, по тем же самым правилам, что и при использовании союза if. Давайте ещё раз посмотрим на данное толкование. You can't go in unless you are a member. Это то же самое, что you can't go in except if you are a member. Except if – это кроме тех условий если. То есть, по сути, то же самое, что if not. You can't go in only if you are a member. То есть, можешь зайти только если ты будешь членом клуба. Здесь, смотрите, мы перефразировали так, что в главной части ушло отрицание. If добавляем, либо с отрицанием, слово except относится к отрицательным словам, либо мы добавляем if, но убираем отрицание из первой части. Unless можно заменить на связку except if. Но, честно говоря, в других грамматиках мне встречалось объяснение, что unless – это то же самое, что if not. Давайте посмотрим ещё на несколько примеров использования слова unless. Увидимся завтра, только если мне не придётся работать допоздна. Unless я перевожу связкой только если не. Это, наверное, самый удобный вариант перевода данных предложений. Помятуя о том, что unless в себе подразумевает условия, так же, как и предложение с if, мы помним, что после unless думаем о будущем и используем настоящее. Unless I have – то же самое, что if I don't have. Или то же самое, что except if I have. То есть, видите, варианты замены разные авторы предлагают по-разному. Except if – мне кажется, что, в принципе, довольно-таки удачный вариант замены этого слова. Но unless – это, как видите, самостоятельное слово, существует само по себе, но так же, как и if, задаёт условия. There are no buses to the beach. Unless you have a car, it's difficult to get there. То есть, нет автобусов в направлении пляжа. Если у тебя нет машины, то трудно туда добраться. Unless you have a car – если у тебя нет машины. Вы видите, что в русском языке я перевожу, опять же, связкой «если не». То есть, if – not – всё-таки удобный вариант замены данных предложений. И снова мы видим, что здесь, в той части, где unless, мы используем настоящее время. И главная часть – it's difficult to get there. Та часть, которая начинается с unless – unless you have a car, сама по себе существовать не может. Это зависимая часть. И нам нужна какое-то ядро, какое-то главное предложение, к которому мы эту часть присоединяем. А предложение it's difficult to get there – оно самодостаточное. Это главное предложение в нашей связке. Shall I tell Liz what happened? Not unless she asks you. Мне сказать, Лис, о том, что произошло? Нет, пока она тебя об этом не спросит. Ну, тут смотрите, получается по логике двойное отрицание. Not unless – это то же самое, что просто if. Даже более точным, если быть – only if. Not unless she asks you – это то же самое, что only if she asks you. Только если она тебя об этом спросит. Not как бы уничтожает отрицательный смысл слова unless. Это, наверное, непривычно, друзья мои, но большое количество примеров поможет вам запомнить данное слово. Shall I tell Liz what happened? Not unless she asks you. Sally hates to complain. She wouldn't complain about something unless it was really bad. Sally ненавидит жаловаться. Она не пожалуется, если это не будет прям совсем ужасно. Удобно, неудобно, друзья мои, сложное предложение для перевода, который понимаешь только по, скажем так, по общему пониманию концепции использования английской грамматики. She wouldn't complain about something. Она бы не пожаловалась о чем-либо unless it was really bad. Если бы это не было совсем ужасно. Смотрите, у нас главная часть в прошлом. Мы используем would. То есть мы уже переходим в категорию условные предложения второго типа. Если в первой части у нас would плюс инфинитив, would complain, то в той части, которая является условной, то есть после unless, мы уже используем глагол в форме past simple. It was. Мы видим, что правила условных предложений снова работают. Друзья мои, если вы забыли, как пользоваться условными предложениями, ничего страшного там нет, вам нужно перейти в юнит, по-моему, 37-38, где мы как раз таки подробно говорим об условных предложениях первого, второго и третьего типов. Там несколько юнитов посвящены данной теме. Еще раз прочитаем это предложение. She wouldn't complain about something unless it was really bad. We can take a taxi to the restaurant unless you'd prefer to walk. Мы можем взять такси, доехать до ресторана, только если ты не хочешь пройтись. Значит, главное предложение. We can take a taxi to the restaurant. Можем взять такси. При каком условии? Какое может быть альтернативное условие? Только если не. Unless you'd prefer to walk. То же самое можно было бы сказать. Except if you'd prefer to walk. Либо if you don't want to walk. То есть перефразируем if not, либо except if. Это тот же самый смысл, что и слово unless. Ну и вот, друзья мои, то, о чем я вам, собственно говоря, толковала. Все-таки unless более редкое слово. И намного чаще вы встретите связку if not, нежели unless. Единственное, что в связке if not, not должен добавиться к вспомогательному глаголу. Где мы используем unless, там уже второй раз not лучше не использовать, друзья мои. Это будет слишком большое нагромождение. Поэтому пользуйтесь этим словом аккуратно, осторожно, если вы не уверены в его правильности. Unless you are sure that you use it correctly. Unless we live now, we'd be late. Только если мы не уедем сейчас, мы опоздаем. Или если мы сейчас не уедем, то мы опоздаем. То же самое можно было бы сказать и по-другому. If we don't live now, we'll be late. If we don't live, unless we live. То есть, видите, if, not, unless и дальше только утверждение. Теперь, друзья, мы поговорим с вами о более редких вариантах замены слова if. О таких, скажем так, совсем редких. Это связка as long as, provided и providing. Насчет as long as я не могу сказать, что это прямо очень редко. Этот оборот действительно используется в современном английском. Я вот сразу вспомнила, в детстве была популярная очень группа Backstreet Boys. И был у них супер-хит, который тогда слушали все девчонки. Он назывался as long as you love me. И мы думали, как же это as long as перевести? Теперь я, конечно, понимаю, что нужно было переводить как if you love me. Если ты меня любишь. As long as то же самое, что if. Но есть два более редких, таких, скажем, совсем-совсем официальных варианта, которые заменяют связку if, которые звучат как provided или альтернативный вариант providing. As long as, или so long as, provided that, или providing that, все это означает if. Или имеет, подразумевает смысл при таком-то условии. On condition that. Но так как if – это условные предложения, они всегда подразумевают условия, то, соответственно, мы можем заменить все эти связки. As long as, или so long as, provided that, providing that, на слово if. Такое вам может встретиться, естественно, это более редкие варианты, чаще, намного чаще будет использоваться слово if, но такие варианты нередки. Теперь смотрим примеры. You can borrow my car as long as you promise not to drive too fast. Ты можешь взять, мол, машину, если ты пообещаешь, что не будешь ехать слишком быстро. Можно было бы сказать You can borrow my car so long as you promise not to drive too fast. Вариант so, как по мне, очень редкий, крайне редкий, лучше его вообще не использовать. Но, опять же, то же самое можно было бы сказать You can borrow my car if you promise not to drive too fast. As long as, или so long as, здесь выражают условия. This is a condition. А где условия, там условные предложения. Соответственно, друзья, мы помним, что эти связки используются в предложениях, которые подчинятся правилу условных предложений. Все те критерии, что мы с вами разбирали в контексте условных предложений, они здесь будут продолжать работать. Вся та же абсолютная грамматика. Путешествие на машине это очень удобно, при условии, что есть где парковаться. Provided that, конечно, намного удобнее говорить, переводить именно связкой при таком-то условии. Эта конструкция очень официальная, как я вам уже сказала, и в русском языке. Тоже, наверное, не скажу. Путешествовать хорошо при условии чего-то там. Я скажу, наверное, в разговорной речи. Если. То есть, путешествовать на машине хорошо, если есть где парковаться. При условии что? Provided that, или providing that. Это более официальный вариант. Providing that the room is clean. I don't mind which hotel we stay at. При условии, что комната будет чистой, мне не важно, в каком отеле мы остановимся. То же самое можно было бы сказать. Provided that the room is clean, I don't mind which hotel we stay at. Также, друзья мои, that можно выкинуть и сказать. Provided the room is clean, I don't mind which hotel we stay at. При условии если. Providing that, provided that. Запомните эти слова. А, as long as, provided, providing, это все заменители слова if, и говорят они об условии. И, друзья мои, самое важное правило, которое мы с вами разбираем отдельным пунктом. Когда наше предаточное предложение начинается со слова unless, as long as, provided, providing, мы пользуемся правилами условных предложений. И если говорим о будущем, то будущее мы не используем. Потому что все эти предложения будут говорить об условиях. По правилам английского языка. Если мы задаем условия выполнения действия в будущем, то мы делаем это с помощью настоящего. Вот такой вот английский язык, надо к этому принимать. Привыкать. When you are talking about the future, do not use will after unless, as long as, so long as, provided and providing. Говоря о будущем, не используй слово will после данных слов. Use a present tense. Используй время present. То есть, настоящие времена. Очень подробно именно об этом пункте мы с вами говорили в юните 25. Я понимаю, что это было практически 100 юнитов назад, 90, если быть точным. Вы, может быть, подзабыли, но я все-таки верю, что не забыли. И вы хорошо знаете правила использования условных приложений первого типа. Когда мы вместо будущего используем настоящее, хотя можем о нем думать. I'm not going out unless it stops raining. Я не пойду гулять, если не прекратится дождь. Unless it stops, если он не прекратится. Unless it will stop. Говорить, естественно, нельзя. Providing the weather is good. We're going to have a picnic tomorrow. При условии, что погода будет хорошей, мы завтра пойдем на пикник. Providing задает условие. Соответственно, мы используем present, хотя условие касается вроде как будущего. Providing the weather is good. Нельзя говорить providing the weather will be good. Это будет, друзья мои, ошибка. Итак, теперь мы с вами хорошо знаем, как пользоваться этими предложениями. Мне нравится, что в этом уроке мы с вами повторили условные предложения английского языка. Больше, конечно, здесь мы говорили об условных предложениях первого типа, но одно условное предложение второго типа нам также попалось. Предлагаю, друзья мои, прямо сейчас, незамедлительно перейти к закреплению данного материала на сайте oktests.ru ok-tests.ru Тысяча английских тестов, которые полностью соответствуют английской грамматике Murphy уровня elementary и уровня intermediate. Вот наш intermediate English grammar and use Cine Murphy. Открываем юнит 115, где он у нас тут есть. Вот он. Повторяем теорию и переходим к выполнению заданий. Так, смотрим, что у нас здесь. You must work much harder or you won't pass the exam. Тебе нужно работать намного усерднее или ты не сдашь экзамен. Как перефразировать данное предложение? You won't pass the exam. Ты не сдашь экзамен, если чего не сделаешь. Если ты не будешь работать усерднее. Unless you work much harder. Берем все те же слова и вписываем здесь. Unless you work much harder. Давайте проверим. Отлично, это правильный вариант. Видите, такие предложения, над которыми вам нужно подумать. И мне кажется, это хорошо, когда нужно думать, друзья мои. Ну что ж, на этом мы наш урок заканчиваем. Надеюсь, материал был вам полезен. Мне кажется, что эта тема полезна. И если вы со мной согласны, жмите кнопочку «Мне нравится». Если у вас возникли какие-то вопросы по ходу урока, пишите их в комментариях. И также делитесь своим мнением с другими подписчиками, которые оставляют свои вопросы на канале. Побуждайте друг друга к дискуссии. Только, пожалуйста, без каких-то грубостей и ругательств. Все мы здесь объединены одной целью. Мы хотим хорошо знать английский язык. Я для вас предоставляю, скажем так, пространство. Для этого ваша задача – брать эти знания и развивать их у себя. Надеюсь, у меня это получается хорошо. Я верю, что у вас это также получится хорошо. Так что учите английский с удовольствием. Успехов вам в учёбе. И до встречи в новых уроках, которые обязательно будут выходить на моём канале. Меня зовут Елена Викторовна. Канал OK English. До скорой встречи. Bye-bye.